Ручка левая вверх, вот сетка там будет. Зарядкой это мероприятие можно назвать весьма условно, ведь в программе занятий разминка, тренировки по бадминтону и самообороне, эстафеты и многое другое. И сами полицейские здесь не наблюдатели, а активные участники. Это всероссийская акция, приуроченная ко дню физкультурника, которая проходить будет в этом году 13 августа. Зарядка с стражем порядка. Мы с детьми провели сейчас зарядку, также плюс мы разбились по командам, и каждый тренер, который сегодня у нас присутствует на нашем мероприятии, они рассказывают о своем виде спорта и показывают. Раз, я погнал. Я погнал. Хорошо. В акции приняли участие ребята, занимающиеся в различных спортивных секциях по футболу, бадминтону, борьбе и другим видам спорта. Футболисты прям молодцы. Прям моментально взяли к себе каждое мое упражнение, прям вооружение. Ну главное, чтобы, наверное, в игре в свое не применяли. Да, и в игре, я еще им объяснил, что это только остается сегодня здесь и все. Для самозащиты? Да. Такие занятия, помимо изучения, например, некоторых приемов самообороны, приносят и чисто практическую пользу спортсменам. Так считает заместитель председателя общественного совета при ОМВД России по Ленинскому округу Дмитрий Гашев. Он сам в прошлом профессионально занимался бадминтоном. Если у меня профильный спорт бадминтон, мне обязательно включают футбол, мы играем на сборах. Дополнительные виды спорта, они обязательно нужны для того, чтобы у человека немножко развивалось сознание. То есть координация немножко другая была. Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» была запущена в 2016 году и с тех пор вызывает немалый интерес у молодежи. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.